И более подробно тему того, что происходит на фронтах по состоянию на сегодняшнее утро, обсудим с генералом армии Украины, руководителем службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год, Николай Маломуш, с нами на связи. Николай Григорьевич, рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую вас, слава Украине. Героям слава, Николай Григорьевич. Ну что ж, давайте по сводкам с сегодняшним утренним и вчерашним вечерним от Генштаба вооруженных сил Украины, в свою очередь продолжаются наступательные действия, не контрнаступления, а наступательные действия, как сказала Анна Малер, замминистра обороны Украины, в свою очередь и на южном направлении, на, так сказать, Запорожском, Мелитопольском. Но если говорить непосредственно о тяжести продвижения, ведь российская армия за вот эти 15 месяцев полномасштабного вторжения, они, если я правильно выражаюсь, не военным языком, окопались и обустроили оборону. В чем тут наибольшая сложность для сил обороны Украины? Да, действительно, Россия до этого обороны предполагает то, что именно наступательные операции, они, конечно, исчерпаются. Мы подорвали основные профессиональные части, которые атаковали, особенно, Донецкое направление, частично Запорожском и Херсонском, вот, но именно враг уже понял, что мы будем именно переходить на системные действия по освобождению наших территорий и проводить наступательные операции. Но сейчас мы говорим об этапе, тот, который характеризует, как бы, начало ее. То есть еще, как бы, вот россияне там, особенно Путин, говорят, мы еще не начинали, по глубоким форматам взглянутой территории. Сейчас идет такой тактический формат. Действительно, мы проводим разведку боем, конкретно, надо сказать, отдельные тактические наступательные операции по секторам. То есть мы проводим и не только изучение линий обороны противника, но и проводим операции по освобождению территорий, по разминированию, по оттягиванию войск противника на другие направления. То есть у нас сейчас идет широкомасштабный маневр именно войсками, но с проведением активных действий. То есть это продвижение вглубь территории противника. Почему я об этом так говорю, что именно такой широкий формат? Потому что все-таки территория, которая охватывает, даже по длине мы видим, 1250 километров. Поэтому по всему фронту мы работаем сейчас очень точечно. Вот проводим те операции, которые позволяют именно переориентировать противника. Помним, что даже, например, с ряду направлений он перебрасывает войска, например, на Бахмутское направление. Предполагаю, что там будем наступать Сватово-Кременная. Ну, конечно, юг уже Донецкая и Запорожская области стык. И сама Запорожская область, это Мариупольское направление, Токмакское, другие. То есть это то, что сейчас ставит приоритетом для продвижения наших войск на тактическом уровне. Основные удары, основные операции будут впереди, как говорят. Но враг действительно создавал шалуновую оборону. Мы помним, что где-то по 200 километров рыв окопы только на Запорожско-Херсонском направлении. Создавал большие, так сказать, линии обороны с блендажами. Очень мощными формирующими укреплениями для артиллерии, техники. Зубы дракона, как многие говорят. То есть это все такие мощные структуры, которые работали в разные периоды, особенно в период Второй мировой войны. Действительно, частично это создает проблемы нам. Но именно такой широкий фронт дает и преимущество маневра. То есть мы не обязательно будем, например, грызаться в оборону, где минные поля, или тем более зубы дракона условно. Это могут быть маневры, которые именно будут заходить с других территорий, даже не имея там они вообще укрепления. Помним, как спокойно зашли даже российские граждане зубровольческого корпуса на Белородскую область, на Брянскую область. Это же тоже прошли фронт. Но прошли без минных заграждений, без каких-либо действий. Поэтому тут возможны варианты захода с тыла, с фланга. Возможный, так сказать, маневр именно в отношении того, что мы проводим в ситуации наступательную операцию, как бы по основным направлениям, там, где есть вот эти все укрепрайоны, они будут дальше концентрировать войска. А вот тогда будут в других местах. Ну и под эту ситуацию концентрация сил противника и нанесение мощных огневых ударов новейших вооружения техникой. Ракетами дальнебойными, дальнебойными артиллериями, самоходными установками. То, что будет позволять уничтожать противника. И там, где он концентрировался, и обходить его за других секторов, исландов, чтобы не атаковать прямо вот эти укрепления. Ну и получая новейшие сейчас системы разминирования, и американские, немецкие, буквально на днях других стран, мы, конечно, создаем условия быстрого определения минных полей. Создание очень мощных, так сказать, проходных вариантов для наших танков, БТР, БМП и другой военной техники. А Николай Григорьевич, вы упомянули про так называемые зубы дракона. А ведь это же сейчас в Российской Федерации скандал. Это же чистый пример того, как работает коррупция в Российской Федерации. Я напомню, что много миллионов рублей было выделено на так называемые зубы дракона. Да, это оборонительное сооружение. По факту бетонные такие вот зубцы, которые вообще не помешали РДК и Легиону Свободной России пройти через них и начать освобождение, грубо говоря, Белгородской области. Это показатель коррупционности и бестолковости военного руководства Российской Федерации, которые не способны защитить свои границы. Ну, первое, конечно, на строительстве таких сооружений, типа зубы дракона, блиндажи, там сказать, даже рытие окопов, это колоссальная модель коррупции, зарывания денег якобы в песок. Но это отмывание громадное количество денег. И недаром такой генерал Мезенцев был отстранен, пока сейчас проводят расследование. Он как раз отвечал за это направление. Вот и строить зубы дракона, рыть эти все окопы, блиндажи строить. А самое главное, это рыть деньги. Вот большими, не лопатами, а просто ковшами. Поэтому эту ситуацию он как раз и освоил. Вместе с другими участниками, потому что там же и подрядчики свои. То есть вся эта система наработана. Но еще что? Ну, дезориентация тех же, так сказать, военных, своих, так сказать, ну, политических руководителей. Рассказать, что это зубы нужно строить, рассказать, что эти сооружения, которые будут решающие при наступательных операциях, оказывается, нерешающие. Но деньги усорвали и взрывно зарыли. А фактически получили большие средства, которые будут, я прямо скажу, и накапливаться в России, постепенно выводиться по разным каналам за рубежом. Потому что никто не верит в российской экономике, и что там будет стабильность. Ну, а все-таки, если уже возвращаться и понимать, насколько действительно препятствие врага для наших войск сильно, учитывая то, что была даже для этого подорвана Каховская ГЭС, и перетягивая их сил, кстати, здесь дайте оценку, куда именно эти силы перетянули наши враги, и стоило ли, да, таких жертв, поскольку погибло, вот это по состоянию на сегодня, 16 человек, 31 человек пропал без вести, это данные МВД Украины. Вот, и что дал россиянам, да, этот подрыв, этот, ну, открытый террористический акт? И только ли здесь составляющая военного, да, этого террористического акта? Ну, мы говорим о том, что Путина не было каких-либо шансов активно противодействовать нашей наступательной операции, они постоянно были в напряжении, перепуганы, прямо скажу мной, мы имеем разве данные, что и на фронте многие ждали, и думали, как же спасаться от системных наших огневых средств, тем более зная, что мы получили новейшую технику вооружения и очень большое количество боеприпасов, поэтому Путину осталось несколько аргументов. Это подрыв Каховской, вес, это подрыв, сейчас мы говорим, на Крымском направлении, Крымского Титана, чтобы создать химическую атаку, ну, и, конечно, шантаж Запорожской, атернативной станции подрывом, ну, и крайний вариант применения ядерного оружия. То есть вот эти инструменты, которые у него остались, он задействовал сейчас Каховскую. Это и глобальная диверсия, глобальная катастрофа, прямо скажу, мирового масштаба экологического, и это, конечно, конкретные теракты в отношении граждан, Украины. Ну, я не говорю о других, так сказать, и о животных, так сказать, и экологии там в целом. Это уже оценить нужно и нашим экономистам, и международным судам. Но в данный момент они попытались именно предотвратить наступление, потому что Россия получила информацию, что мы в ближайший день-два будем широкомасштабно наступать на йоги. Это запорожское и керсонское направления. Поэтому решили скобом, как бы, махом решить наш формат наступательных операций прекратить за счет именно подрыва Каховской, который они давно, этот сценарий, планировали. Заверзить взрывчатки до 100 тысяч тонн, взорвать Каховскую ГЭС невозможно каким-то такими тактическим уровнями. Даже если завести до 100 килограмм, или ударить Кайверсова, как говорил Путин, беспрерывно, это абсурд. Она строилась под ядерные удары. Поэтому только глубинная взрывчатка в основе там, где знают россияне, они имели чертежи, как подорвать и как это все прошло. Но в данный момент они, конечно, где-то оттянули наше наступление, потому что это прекратило ряд коммуникаций. Но с другой стороны, они фактически уничтожили свою первую линию обороны. Если мы говорим, что едут точки зрения больше, конечно, потеряли россияне. Но они этим пожертвовали, потому что боялись нас, боялись, что именно этот наступательный формат с разных секторов, Запорожской области в разных точках, Херсонской области, конечно, позволит не только перекрыть эту артерию, а уже двигаться на Крым и зайти в Крым, а они не готовы. Ну и, конечно, это жертвы, с которыми они не считались вообще. Только мы говорим 16 официально, 36 пропали без вести, а еще неизвестно сколько. Никто не знает, кто находился на левом берегу селах, где люди вообще не контролируемы сейчас и неизвестно, где они находятся и, скорее всего, не выжили. Поэтому катастрофа колоссальная. Террорист, понятно, сам Путин, он дал указания непосредственно. Но я думаю, что это небольшая помеха. Вода сходит, мы переориентируем наши планы, и, как сказал Залужный, ну и другие, Тарнавские, другие командующие. Мы скорректировали их тут же на ходу. И дальше работаем в плане подготовки наступательных операций. Я думаю, что это будет небольшая помеха, тем более Россия, еще раз подчеркиваю, ослабила свои позиции, затопила и вооружение, технику, склады боеприпасов. Частично погибли и военнослужащие, у которых молчат. То есть нужно нам сейчас, как мы исходим из трагедии, да, большой катастрофы, все-таки извлечь уроки и формировать свои приоритеты и свои победы. Кстати, как оцениваете вторую и третью линию обороны? И вообще, в принципе, по фронту, если там судить из тех же снимков и разведданных, может быть, вы уже делали какой-то анализ, как оцениваете эти линии обороны? И есть ли ресурс человеческий? Потому что мы понимаем, что просто заградительные окопы, или и так далее, сооружения заградительные, они не имеют никакого значения, если там нет военных? Ну, в первую очередь, мы что-то контролируем, и вот как раз этот регион, во плане сооружений. Да, это нужно, развед, наше подразделение, получает информацию, точно. Вот, но тут нужно, конечно, ориентироваться на количество военной техники, огневых средств, ну и, конечно, живой силы, которая там работает. Мы можем в данный момент, я еще раз подчеркиваю, не обязательно двигаться по тем направлениям, где они их создали. Вторая, третья линия обороны, ну такая, вторая более-менее мощная, но третья уже, так сказать, заградительная. Вот, поэтому в данный момент нет таких очень мощных систем, чтобы сказать, что она не по силе нашим огневым средствам. Тем более, уже новейшим Хаймерсом, например, АМ-270, которые просто разносят это все. Тем более, тяжелая артиллерия, даже нашего образца, еще старого, тоже могут их уничтожать. Но еще раз подчеркиваю, единой модели работы по этим укреплениям не будет. Это только там, когда нам выгодно там, когда это критически важно, и в плане отвлечения врага. Поэтому, да, там будут проводиться и атаки, но с другой стороны, готовится, я прямо скажу, без расшифровки, операции другого типа. Не лобовые атаки по этим вторым, третьим линиям обороны. Это то, что сейчас очень важно для наших войск. Это отвлечь противника, прощупать их негативные средства, но подготовить основные наступательные операции, там, где он не ожидает, ослаблен, перетянуты будут основные силы, например, или там под Бахмут, или другие точки, а мы ударим третьей точкой, которая позволит нам создать очень мощный прорыв. А там уже никаких линий обороны не будет. Будем бить с тыла и с планков противника по всем направлениям, включая запорожское направление. Конечно же, еще не безинтересно оценивать и наблюдать, как враг оценивать наши возможности. Вот в воздушных силах вооруженных сил Украины вы смели математику, так сказать, Путина. На Петербургском международном экономическом форуме он заявил об уничтожении под Киевом внимания пяти комплексов Патриот. Спикер Юрий Игнац сказал, что в России, возможно, не знают, что такое вообще в принципе ЗРК Патриот и из чего он состоит. И заверил, что комплексы в Украине работают. Давайте услышим. У нас два дивизиона Патриот. Комплекс состоит из командного центра, радара, который обеспечивает информацию о воздушных целях и до восьми пусковых установок. Юрий Игнат, спикер воздушных сил ВСУ, в эфире марафона Едыни Новыны. Но еще интереснее, когда после того, как тот же Коношенков признал, что 16 числа что они там запустили по нас, все ракеты были сбиты, что даже африканские гости некоторые не заметили, что кто-то что-то там обстреливал. Так оказывается, Патриоты работают, но тем не менее пять уже уничтожили. Больше, чем... Самый главный факт это то, что сбиты ракеты. Вот сбить ракеты, а тем более мы говорим о 12 видах типа 12 ракет типа баллистических. Это кинжал в славных кавычках, который они там не поняли, что он не потопляем, то есть его сбить невозможно. Это, конечно, калибри. Все они сбиты в одном моменте. Поэтому единственная система, которая эффективно сейчас работает, это Патриот. Подтягиваются еще французские, итальянские самки, которые могут сбивать, ну и, конечно, Айрисы, которые частично могут сбивать. Поэтому полностью сбитие это, конечно, Патриот. Это конкретный факт Путину. Пускай он услышит это все четко. Поэтому вот эти все манипуляции, которые они говорят, что сбили, он сам не понимает. Он думает, что это типа такая установочка, как пушка, и ее сбили там, уничтожили. Ему так докладывают. Это целый, правильно сказал Игнат, целый комплекс состоящий из разных пусковых установок. Они размещены, командные центры, революционные системы и эти установки в разных местах. И сбить его просто невозможно. А тем более пять штук вот таких комплексов, которых мы фактически нет. Вот. Ну, это абсурд. Поэтому примитив полный, как обычно, боевые комары, они, как говорят, так примерно они сбили Патриот. Поэтому тут, я думаю, ситуацию нужно показывать, высмеять Путина. Вот он пытался это показывать перед африканцами, что они там активно работают, но ничего не вышло. Наоборот, африканцы почувствовали, что они были под угрозой ракетного удара. Правда, промолчали, потому что они их просто-напросто, россияне, ну и тем более Путин, не воспринимают. Воспринимают как ничто, как инструмент, который сейчас будет что-то озвучивать важное о новых мирных инициативах. Кстати, ранее в эфирах мы говорили, почему опускается даже Путин до такого примитива, пытаясь донести своим россиянам внутри мощь и непобедимость российской армии. Кстати, это тоже одна из ключевых таких методик пропаганды, все-таки держать моральный дух россиян, видя, что на фронте у Российской Федерации нету никаких побед. На завершение помнится мне ранее, когда еще не было Патриотов у Украины, господин Лавров говорил, что как только Патриот появится в Украине, это будет легитимная официальная цель для Российской Федерации. Как видим, что пока что ничего не происходит сверхъестественного ракетные атаки как были, так и продолжаются. И если говорить о целях, то Патриоты как работали, так и работают, как говорит Юрий Гнат. Но тут следующий месседж, который хотел бы у вас уточнить. Лавров на днях сказал, что в случае теперь появления F-16 над Украиной и в украинском небе, цитата, Российская Федерация предпримет военно-технические меры. О чем тут может идти речь? Чем могут удивить, да? Ну, первое, конечно, Лавров только точно так же в плане инфрационной войны что-то угрожает. Вот, Путин там, конечно, дает стратегический посыл, это применение ядерного оружия, это, конечно, задействование всех систем, которые, он говорит, еще они не задействовали самые-самые точные, вплоть до конкретного типа сооружения на банковой, как он намекнул в данный момент, в центре Киева. Вот, но это угрозы. Ничего системного для того, чтобы они могли эффективно сбивать F-16 нет. Они показали, что даже наши самолеты, МиГ-29, работают, да, это случается, что избивают, но это редко, поэтому других систем нет. F-16 ничего не сможет именно сформировать в России, чтобы действовать против них эффективно. Это многоцелевые, так сказать, самолеты, которые будут эффективно защищать наше на небо и, конечно, нанесить удары по войскам противника. Урожать дальше намек, что возможно разворачивание тактического вооружения и применения. Сам Путин уже даже сказал, что мы этого делать не будем, потому что боится. Он на днях был предупрежден по нашим оперативным данным очень мощно с разных сторон и американцами, британцами, китайцами. В случае размещения, тем более разворачивая ядерных средств, соответственно, будет мощнейшее контр-действие не только в плане предупреждения, а возможно проведение контрударов. Поэтому понимают, как многие говорят, что Путин ненормальный, я знаю лично, но не самоубийца, он наоборот боится всего. Поэтому повереть там под градом системных ракет, которые пойдут против его ядерных атак, это ему будет конец. Я думаю, что до этого не отберет. И угроза это риторика Лаврова, он просто авторит этой ситуации. У него нет аргументов. Я неоднократно беседу о тяжелых ситуациях тоже самое с Лавровым и с Путиным. И они понимают только силу, критические аргументы и реальность. А все это, остальное, это теория, которая не работает. Мы это не воспринимаем. Игорь Григорьевич, вам огромное спасибо за то, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Напомним, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год, Николай Григорьевич Маломуж был на прямой связи с нашей студией.